всем привет с вами снова ракни пушка и сегодня я буду продолжать проходить игру fallout честь 2 вот что ну блин эта музыка так это чё так прошлый раз мы с вами типа начали по плацам местным таким аборигенами короче в пустоши и нам сказали принести какой-то аппарат который позволяет что он там позволяет короче россия что простительность выросла в округе странная вещь если честно понятно почему мне кажется громким так звук не настроил так вот вот она за ним отправили не знаю чем по времени типа торопит нас или нет но похоже на задание чипом которое было в первой части вот мы так типа на деле какого-то странника робу номер 13 из убежища то есть она не наши изначально у нас прозвали избранным а теперь мне нужно продать всего найти больше кому вот я нашел генератор местный то есть он был вот в этой его тачке мы там крыса бога еще убили я хрен его знать что с ним делать уже весь досталось же этим крысам ну да так и бой статус гламат спасти траппера смайли страппера смайли сказали какая-то штука связано непонятно что с этой штукой делать ну как обычно типа вот не вот этого фоллаути не хватает объяснений типа что квеста получше были расписаны и так далее то есть моровинди они с этим и справились бефездо ну я не знаю типа с какой разницы эти игры вышли но тоже не особо-то и много не уходи смысле не уходить так кого-то что продать можно тебе жуки не попадали до попадались так золотой гекон давайте попробуем тут продать что-нибудь вот тебе так я хочу пиво я хочу бартер так у тебя есть ушел кстати тоже надо продать наши имеются ввиду на пистолет достали значит ружье нам больше монтировка может броню сможем купить что там стоит вот этого 1700 что это стоит 636 ей я проверим чего пока что с книжкой непонятно так с ключом в принципе возможно алкоголь лучше оставить мясо окей окей что-то близко сколько одного такая штук стоит нифига не стоит ясно так целебный порошок это с колодой карту покажет ничего не понятно мясо если что купить можно так это что цветок брока противоядие возможно то есть как бы надо со скорпионами сражаться так чтобы не до тени добрались да так хорошо он пятьсот 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 двадцать четыре ноговат пятьсот двадцать четыре они уже все на есть так зарабатывали зарабатывали деньги вот и потратили но это броня это в принципе очень хорошая броня сметьте привет садеры и брокки копии они невесомые что за ксадеры не знаю что за брокки что за брокки о да то есть у нас сразу а c24 стала супер брокки брокки но это гека это не брокки ядер кола это точно не брок вяленый мясо секундная дарова а я надеюсь я поздоровался так дорогой корни санды и а цветы брока а я понял да я не продал как раз потому что они ж нужны эти так слушай смите а ты не помнишь типа куда надо переться за за трапером смайли вот блин типа я про ты ты говорил в этой игре проблема если ты короче взял какой-то перерыв ты потом не вспомнишь что ты на взял бы но тут точно про каких-то человек человека жуков говорили да а у дыра ядовитая пещера можете ядовитые пещеры он пошел ты кто 25 л.з. вы получили одно восприятие я лечился что ли так я сношу восьмерку вроде с удара я так что меню зашел до план давайте попробуем типа блин и ведь забыл а а вот а кстати неплохо попадаю сейчас конечно он меня вкусает но я здоровье не потерял странно 36 процентов два раз попал подряд уже принц посаду им прошу что я купил сюда броню относить неплохо и и так а чё с геков нет шкуры а вот как тогда и шкуру добывают или подождите или надо навык я не знаю всего возможного я бы сказал доктор вы не можете исцелять мертвец гениально да поздоровался за смыли в токсик пещеры но возьми резиновые сапоги есть у меня резиновые сапоги и по две штуки я добыл ты мне тогда чуть-то говорил лобовой это там что такой прес мне кажется она будет плевать да бля ну а то что же такое не отстрелять да что же то 60 процентов то чувак 60 да пока без шкурок потом как раз поэтому крест узнаешь больше найс да что я ненавижу эту 60 процентов ну блин мне патроны нужны чувак он хорош конец не того и билды так этот лучше уворачивается в туловище понятно будем просто одиночными поти фигачить о 17 круто крит и отступать б эй что ж такое это бронированная хрена тень все более это было не очень на быть поаккуратнее там еще такая же еще спуск вниз так не отступаем бля 43 так-так-так-так-так а отступаем удар вырывает кусок кожи так да бля бля ну хорош промазывать а 89 процентов чувак ну чё такое а можно ее как-нибудь убить да что ж такое блин хреново отбежал да там еще жива блин до хрени а и почему почему ты пытаешься с ней поговорить можно со зверями говорить 45 з охренеть так а а так 14 25 мы потеряли два восприятия со всего этого потому что наши персонажи сон клонит а можно как-то вообще в сон упасть на тебя заснуть но гека выходи у и 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 штук мало играть чё за стёп 55 57 теперь а хотя после первого раунда почему-то типа отца у них повышается не знаю чем связан врагов а погодите у меня восприятие упала типа из-за этого я похренулся и офигеть точнее не восемьдесят девять процентов больше по радиации блин не бегать по радиации я не знаю чё это отходы ядерные капец они урон держат да бля не сколько у меня патронов осталось что-то дофига выстрелили так 21 и заряженных 12 да в принципе еще на парочку хватит там типа на каждого по бойме я бы сказал уходит что не очень круто так а у меня левел когда будет скоро в принципе так ладно как понять чё там как вообще работают типа сапоги их надеть можно или чё так а теперь спокойно могут и лучевую болезнь получил отчет восприятие освещенность сильно влияет на вероятное попадание еще оставшиеся врага очки действий у тебя они тоже переводится не я знаю ну как бы он еще не походил типа во вторую а как сапоги то юзай а погодить есть предположение если мы вот так вот сделаем 4 реп учешь и вот так вот пойдем я думаю что светится странно то есть сапоги в руке они работают что не мудрено на самом деле так станки крысы я где ой ой все как бы не очень хорошо то есть от этого парня я не смогу бегать так 8 очков ага даю чувак ну попадать надо 4 так будем тогда вот так поступать да что ж такое то а я чит как фига так как как бы воспользоваться преимуществом там я бегать не могу ничего мне жопа какая-то так и а и и и и и и и и и О, блин, 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 хе-хе, хорошо выглядит. Так, на восьмерочку. На пятерочку, окей. Вот он до меня добрался. Так, да что ж такое, блин, черт мало, сколько они бронированы, блин. Да, спасибо, что марш. Обожаю. Еще и наносишь по четыре урона. Тоже наша тема. Твяк, вводим, вводим, вводим. Только эта хрень сиропа нам попадает. А дукнуть сама не хочет. Как бы я тут, блин, бы страдал без всего этого. Без брони, имею в виду. И пистолет. Патронов. Двенадцать. Слишком много, слишком много на эту хрень уходит патронов. А там еще три. Четыре, пять. Ёперный театр. Там еще какой-то мужик. У меня патронов не хватит. А в ближнем бою я вообще с ним не могу справиться. Что такое? Какой-то труп. Странно, кстати, что мы свою локацию видим. Вы промахнулись. Супер, блин. Че сказать. Так, ща погоди. Там сразу двое. Здесь. Слушай, Смитя, а как типа собаки применять? Это будет какой-то диалог или че? То есть типа по вот этой зеленой жижице надо ходить при помощи собок, я понял. Но я их надеть не могу. Типа я вообще не понял, как они работают. Так, ну вот так вот подходим. По тебе палим. Ага. Пятерка. Мало. А так. О, девятка неплохо. Ау. Что ж такое? Че ж ты попадаешь-то? Да что ж. Че ж я не попадаю-то? Да блин. Че так больно. Они автоматом применяются просто ими в инвентаре. Че-то не применилось. Там где я проходил. Ау. Ау. Блин, надо где-то патрон достать. Да что ж такое, блин. Два промаха, два промаха. Супер. 73%. Все, валим отсюда нахуй. Та-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ничего я болезнь. Так, легкое оружие надо прокачать. Так, сюда мы закинем 6 наверное. Или даже наверно надо больше. 10. Два в энерго. Два в красноречие. Два в бартер. Чтоб дешевле все стоило. Ремонт. Ну-ка, едва взлом. Из них-то получает два. Да, меня больше лучевая болезнь интересует. То есть она настакивается. Та, блин. Та, сколько патронов у вас в городе стоит вообще? Знаешь, по-моему, прилично стоят патроны. Там восприятие как раз вернем. Немного отхиляемся. Блин, что и ночь. Ночь, бля. Хотя 9 часов, типа, могут еще работать. Так. Ага. Я хочу подорговать. Так. Фаеры. Патроны есть. Блин, у тебя патронов нет. А тут, кстати, за то, что я с оружием хожу, меня никто не прогоняет. Интересно. Так. Облучение мизерное, но просто с жижей рядом начисляется штраф, начиная с 150 очков облучения. Так что. Так что, радейвый. А, антирадин. Да, да, да. Ну, типа, есть антирадин. Такая штука. Я в первую часть использовался. Я просто, типа, что настакалась, можно было. 24 патрона только. Ни хрена не стоит. Хехтерный театр. Пацан, а ну свали. Пацан, а ну свали. Я не знаю, я тебе говорю. Там еще песель. Ты хороший. Иди нахрен, пацан. Ты можешь поговорить? Почему я так смешно выгляжу? Нормально я выгляжу? Мучание. Какой-то странный знак. Так, ща у нас восприятие вернется. Нормально. Вернул же восприятие. Ага. Восьмерка. Окей. А че так хп, блин, хреново становилось? Э. Чёртовы гекконы. Так, ну я сейчас буду более метко стрелять 27. Надеюсь, что хватит. Это просто капец какой-то. Следующий уровень через 4000. Тоже капец. Так, где оно там? Ага. Можете резерв принять проверить, будет что-то, вы потеряли два очка обучения. А теперь один излечивает. А, подожди. Типа, есть РАДХ, есть антирадин. Антирадина – это такая капельница. А РАДХ – это тип, который сопротивление повышает. Ага. 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 Взлечивает 125 сначала. А, ну, в принципе, логично. Да, я смотрю. Типа... Ага. Их зима. Их зима. Взлечии, тхх. Фарк. Патроны эти стоят. Стоят. Денья, чувак. 65 в голову. я в тебе верю давай не подведи меня 2 говна ты кусок ты в курсе верила я в него были 55 процент как ты умудрился промахнуться как ты умудрился в голову попасть на 8 урона только как ты умудрился упасть были игра не троллит и богу зачем в голову стрелять если урона не больше 4 очка все по старинке делает 5 очков и от притоми в голову было не знаю это просто капец впритык промазать на 95 процентов 95 процентов на попадание промахнулся впритык это говно блин подходит попадает по мне блин хотя в броне капец моих нервных клеток на эту игру не хватит на в 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 Бля, реально дофига 35 выдают Ещё бы можно было с них шкуры собирать Это бы хотя бы что-то стоило Типа подходишь с них шкуры, собираешь Трупы там пропадают со временем Ладно, одно восприятие потеряем, окей Во втором фулуфу А, почти негде Ну я помню, в первом было самое, типа Но я не знаю, где меня в первый раз облучили Я хрен его знает Но вот в свечении надо было, типа, таблетками закинуться, как я понял Потому что я только туда пришёл И она, типа, накрыла так Что уж мамы не горюй А со временем проходит? Типа само по себе? Блин, ну что, мне по этой жижи, что ли, от него бегать? Эш, тупо. Я продал, реально, на мясо. На броню, когда покупал. Не знаю, что. Чуть-то ничего не засчитали, видимо. Так, это стелс, это стелс. Давай! Стелс не удался. Какая большая... Слышь, ты не охренел, там взялся, кританул, блин, подошел. Сейчас отбегать будет некуда. Сдохни ты, блин. Чё за жесть, блин. Э. Не-е-е. Я какая-то хрена тебе, блин, убил. Не, я убил. Блин, я не знаю, если я не нарвусь на нее, то, в принципе... Блин, ну... Нарвусь же, скорее всего. Хотя, не доходит. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Здорово, парень. Чё за хрень у тебя тут происходит? Если стелс, то можно включить скрытность. Я знаю. Только я пока пытался ее включить, потому что я пока что-то в кнопках не разобрался. Но там вот... Скиллдекс надо было ее взять. Привет, незнакомец. Меня зовут Смайли. Как я рад, что встретил тебя. Мне уже казалось, что я точно здесь умру. Я слишком сильно ранен. И не могу в одиночку пройти через этих чертовых ящериц. Что ты тут делаешь? Золотые гека всегда попадались мне к югу и к западу от Кламата. И больше нигде. Я подумал, что все золотые гека живут в одном месте, где-то в этом районе. Кажется, ты казался прав. Да, на свою беду я оказался даже слишком прав. В пещеры я зашел спокойно, а потом один из этих чертовых гека подкрался ко мне сзади и почти откусил мне ногу. Еле добрался до этого места. Интересно, почему они тебя не прикончили? Ну, наверное, они не очень любят ползать по этой дряни. Ага, я видел. Вообще спокойно ходят. И надо сказать, я их за это не виню. Она так жжет, если попадает на кожу. Однако это не мешает им лизать эту чертову дрянь. Как будто это брага Бакнера. Интересно. Довольно пустой болтовни. Давай убираться отсюда. Думаю, если мы пойдем вместе, у нас все получится. Уж мне эта помощь не помешает. Так, хорошо, я возьму тебя с собой. Просвешу, чтобы ты выбрался отсюда и поражу тебя до Кламата. Думаю, Ордин будет рад снова тебя увидеть. Ага, ну окей. Давайте первое. Что-то есть вообще? Увидите траппера. Его одежда разорвана. Исполь. Где траппера я вижу? А, я понял, это этот, Смайли. Вы видите компьютер. Круто, что я вижу компьютер. А он не дается ничего узнать. А скорее всего без компьютера я его тоже тут не могу открыть. О, ящик. Ага, генератор может запустить. О, это антирад. Как он тут называется? Антирадин. Может мне вот это надо ее замыть? Ну, хотя генератор он тот, наук. Типа больше науки, наверное, надо. Не знаю, там через что он вообще работает. Взлом есть. Ладно, стану мощней. Так. Вернусь, наваляя. Вместный гека. Нужно много патронов. Ага. А, интересно. А Смайли так доберется? То есть я не потеряю здоровье, да? Нифига, я даже не понял этого. Потому что у меня сапоги есть, все нормально. Смайли, тут ты живи. Гека не могут его достать, потому что не могут открыть у них лапки. Ну да, неплохо. Благодарю за спасение моей несчастной шкуры. Теперь мне лучше повысить и отправиться в кломат. Увидимся там. Окей. Тысяча очков опыта за спасение? Супер. Бля, опять ночью припёрся. Окей. Так, я не помню этот траппер из ваших. Ага, вот этот Смайли, да? У тебя... Так, я у тебя, правда, в долгу. Самое меньшее, что я могу сделать, это поделиться своими знаниями. Делиться? Раз уж эти гека почти содрали с меня шкуры, я тебя с удовольствием научу, как сдирать шкуры с них. Обдирать их надо вот так, Смайли показывает. А когда убьёшь их... Можешь забрать шкуры и продать их. Понятно. О, кстати, это прикольная тема. Ну блин, я кучу типа гека убил, я туда не буду возвращаться. Спасибо, думаю, в будущем мне это пригодится, но я хочу ещё кое-что у тебя узнать. Так, привет, друг мой, спасибо ещё раз. Так, у меня есть пара вопросов об охоте на гека. Да, наверное. Я знаю гека больше, чем кто-нибудь на этой планете. Меня, считай, выкормили молоком гек. Надо заметить несколько часов. Так, я хочу знать всё, что ты можешь мне рассказать о геке. Если ты хочешь узнать всё, что можешь, ты можешь узнать больше, чем хочешь. О, научи меня, великий трактор. Видишь ли, дело вот в чём. Золотой гека и обычный гека, в общем, одно и то же животное. У золотых есть дополнительное преимущество. Они зверски упрямые. Время течёт. Время течёт, и рекой течёт великая повесть о том, какие бывают гека. Прекрасно, теперь я знаю гека больше. Спасибо тебе, до встречи. Хочу, не дал? А где это отмечается? А, во, свежеватель гек. Вы теперь знаете, как правильно нужно освежевать гека, чтобы получить их шкуры. Фу. Ясно. У меня несколько вопросов об этом районе. Мейда Бакнер, дочь вдовы Бакнер. Если хочешь узнать, что слышно в городе. Так, другой вопрос. Ну как, мисс Бакнер обрадовалась? Это да. Дова Бакнер была так рада моему возвращению, что, думаю, очень скоро станет мисс Смайли. Она даже, кажется, говорила, что хочет сделать тебе подарок за спасение. О. И доставку моего волосатого сзада. Так, тек. Сапоги растворились у Смайлыча. А у него они вообще были? А, хотя он говорил, да, что ботинки разведают. А что-то быстро растворились. Растворились. Так, хорошо. Так. Понятно. Все. Тут, кстати, прикольно, что ты получаешь какие-то навыки. Вы нашли моего Смайли. Спасибо. Спасибо вам большое. Смайли на этот раз повезло. Скажите ему, чтобы был поосторожней. Ну, я даже не знаю, как на вас отблагодарить. Мне дадут благодарность. Вам нужна была помощь в ее положении? Деньги хороший вариант. Если вы будете, если вы решите, что Сустик больше ничего вам не должен, это будет. Давайте, Сублик. Я поговорю с Мейдой, она уладит это дело с Суликом. Вы тоже можете с ней поговорить. Спасибо, несомненно. Сулик будет очень благодарен вам за то, что вы простили ему долг. Я поговорю с Мейдой прямо сейчас. До свидания. Конечно, я буду рад, когда... Когда этот проклятый дикарь уберется. Отсюда. А чего она плачет? Типа, ей не нравится, что он уходит? Или что Смайли вернулся? Или нравится, я не знаю. Это слезы чего? Почему мне кажется, что Сулик будет скучать по этому месту? Но мы еще вернемся когда-нибудь. Наверняка. А пока мне бы хотелось попросить тебя кое о чем. Но мы с Суликом будет гораздо лучше удалить от вашей цивилизации. Так, понятно. Мы тут будем. Мы со мной рады ответить. В смысле, ты тут будешь? Мы тут будем. Есть у тебя еще вопросы для Сулика? А он не может со мной пойти? Я думал, со мной пойдет. Он предлагал, по-моему. Мы со мной рады ответить. А, во, хотите пойти со мной? Может, как-нибудь и сестру вашу найдем? Ага. Дедов Масол говорит с тобой. Мы можем найти сеструху. Сеструху. Надеюсь, что так. В любом случае, будешь очень приятно путешествовать с... А, будет... Будет очень приятно путешествовать с вами. И Косте вашего дедушки. Да, это не только Дедов Масол. Средухи племени. Дедов Масол просто умнее остальных. Давай замедлим ход. Хорошо, Сулик. Окей. Так, все, у меня появился компаньон. Последний мой компаньон, собака погибла. В первом фауке. Ну, она была неплохая. Ты с нами идете? А? Два папуаса на охоте. Проверка напрочь... А, ну, может, потому что у меня удача была хороша. Ничего не растворилось. Я тут что-нибудь вставлю? Не. Парень, по-моему, вообще не торопится. Так, хорошо. С быками нифига не понятно. Ломать и все. Ну и что там покармят? Нифига. Движица опять. Орое боготворят. Ломать любят. Гра равнодушна. Окей. Так, ну, давайте в дыру. Что-то я не знаю, мне так что-ли везет. Я постоянно ночью куда-то прихожу. Не надо дозу. Сейчас я тебе такую дозу выдам. Бики. Останавливаться не очень быстро. Так. Учитывая, что вроде бы не на время, все, давайте до утра подождем. Кстати, а тут до восьми утра. В первой части было до шести вроде как. Как вас зовут? Ух, моя голова. О, казино. Казино. Привет, я Ребекка. Могу я предложить вам что-нибудь выпить? У вас наверняка в горле пересохло за время вашего путешествия по пустошам. Так, я ищу торговца по имени Вик. Да, я знаю Вик. Медзгер. Держит его у себя. Я только не знаю почему. Кто такой Медзгер? Вы приехали в дыру и не знаете, кто такой Медзгер? Он глава гильдии работорговцев. Он живет в восточном районе города. Не ошибитесь. Прошу мне еще вопрос. У вас есть работа? Фред должен мне 200 баксов. Если сможете вытрясти их из него, мы что-нибудь придумаем. А в чем подвох? Подвох? Ой, если бы вы знали Фреда, вы бы поняли. Он уже давно задолжал мне. Я уже смирилась с тем, что мне их не получить. Но если бы вы... Так, но если бы вы их вытросли, это было бы потрясающе. Я буду благодарен. Он точно где-то в городе. Я попробую. Окей. О. Открылось. Окей. Кто-то там в Недотрогу играет. Сыри по диалогу. А вот это вот неплохо. Это четко и от плита. Терри. Терри. Иди отсюда. Ладно, ладно. Спокойно. Забудь сумку. Переставить поведение в бою. Кнопка под бартером. И чё тебе надо? Чё тебе надо? Можешь посоветоваться с духами для меня? Ну, духов-то понимать нелегко. Нет. Они видят такие вещи. Мы и ты так не умеем. Чё они говорят? Они говорят, тут люди запросто могут потеряться. По-разному. По-разному? Что? Окей. И чё тебе надо? Надо поговорить об оружии снаряжениями. Пожалуйста, дружи. Какими оружием владеешь? Мы пускаем вход кулаки. Копьё, большой молот и автомат. Ни хрена. Мы будем полезны. Погоди. Про кулаки, копьё, большой молот, я понял. Это окей. Эти бить можно. Почему только автомат? Как это работает? Чё за поведение? Несёт. Навык холодное оружие. Здоровье 85. ОД 9 из 9. Нифига. Оружия нет. Ага. Тебе надо чё-то выдать будет. А я копьё продал. Провери инвентарь. Не знаю, если они у меня, конечно, патроны скоммуниздили. Чё-то 500 опыта дали. А чё я должен был потерять? Проверь всё, что было на месте. Демон! Там демон у вас. Таби нехороший. Хуй, таби. А как понять, что они чё-то спёрли? Оооо. Ох ты ж. Мелкий. Я увидел. Чё-то, чё-то я увидел. Хрен его знает. Таби классный куришь. Кто из вас таби-то вообще? Здравствуйте, сэль. Добро пожаловать в магазин Тайви. Я владелец. Могу я вам чему-нибудь помочь? Да, давай торговать. Квестовые вещи сложи на сулика. У него не сопрут. Что значит квестовые вещи? Ооо, патрон. Это что? Винт. Ммм, пипе продают. Кувалда. Чё квалда там стоит? Офига. Ладно, понял. Понял, не дурак. Хотя, погоди. Корни... Чё фрукты стоят? Ракет. Понятно. Сапоги? Не знаю. Нужны? Нет. Чё-то весит, наверное. Чё сапоги стоят? А, ну, в принципе. Блин, я ещё там с геккой не разобрался. Может, в боевом режиме мимо не проходить. Было бы интересно. Я просто не знаю, что-то... Типа... Там вроде ничего не сперли на самом деле. О! Привет, мадам. Вот ж дети-то вороватые. От чего всё зависит? И чё они кидают против меня? Так, вы кто? Это Лара поговорить. Меня зовут Лара, и я тут главная. Лучше бы от тебя не было проблем, а то проблемы будут у тебя. Есть работа? Это зависит от того, что ты можешь. Меня интересуют некоторые вещи. Сможешь выяснить кое-что для меня, я немного заплачу тебе. Конечно. И что? Что ж, к востоку отсюда есть церковь. Мецгер поставил людей охранять то, что находится внутри. Этой церкви. Узнаешь, что там находится, и заплачу тебе дуа. Окей. Конечно. Спасибо, только не ввязывайся в драку. Пока. У меня есть план. Ладно. Вы не против, если у вас порой есть? Видимо, не против. У вас, наверное, тут ничего нет. Сейчас. Кто такой, в принципе, нормальный у них стоит? Ну, что ж такое. А можно что-нибудь у вас спереть? О-о-о. Так, книжку потом прочитаем. Но вот оружие. Так. Где наш папуасн? Это что? Передать вещь? Мы думаем, тебе нужно... Чего? И чё тебе надо? Ни хрена не понял. Так, оружие. Мы с вами кувалду возьмем? Ты чё? В смысле, у тебя была кувалда? И чё тебе надо? У тебя была броня? Ну да, мы чё-то несём. А как посмотреть, чё он несёт? Квестовое радио, одну священную флягу, топливный регулятор. Какие ещё просто его радио? И чё тебе надо? Ни хрена, я тебя так теперь не узнаю, а? Чё-то как-то брутальный стал. Чё такое? Мы идём и наслаждаемся. И чё тебе надо? А как ему можно что-то скидывать? Я чуть не понял. Чё тебе надо? Поведение. Хрена узнает. О, здесь есть братство стали? Внутри города? Хрени. А то ты взял моё дерьмо. Да кому нахрен за это дерьмо вообще надо? Это что? Лопава. Притом, перед братством стали стоит какой-то тип, одетый никак член братства стали. Хм. Погоди, а у этого парня там гроб стоит? Майя. Посмотрите на тринственную мумию. Натуральная мумия. Сегодня ежедневно. Чё-то, по-моему, вы разводите, пацаны. Здравствуйте и добро пожаловать. Позвольте поприветствовать вас. Я великий... Ладно. Ананиус. Что за имя? Он слегка кланяется и расшаркивается. Я принёс вам тайны от далёких и близких друзей. Тайны мира, находящиеся за гранью объяснимого тайны неведомого. Приятно познакомиться, мистер Великанус. Что не так с этой игрой? Или как вас там? Ой, от тайн мне потом кошмары снятся. Я лучше пойду. Какого сорта тайны? Мне известны такие вещи, которых больше не знает ни один смертный... Ай-е-е-е... Не орлот... Ой, извините. Что-то меня... На мгновение унесло в другой мир. Я могу поведать вам о призраке, блуждающем по этой самой земле. И о натуральной египетской мумии, которую вы можете увидеть прямо здесь, в этом самом величественном сорагофаге. так расскажите мне про мумию меня вот интересует история про призрака а мне дадут большую чашку не думаю так ну лан давай расскажи мне про мумию умирают желание узнать подожди а а кто-то же мне говорю про призрака в предыдущем городе блин я уже не помню блин что разу чел привет это город герат работорговцы ну что-то говорили про работорговцев говорят у них вик но если это этот город туда но это дыра короче да вроде дыра называется так про мумию расскажи нет дружище мумия прибликом из песков древнего египта в песке наших пустоши эксклюзивное зрелище только для вас ладно я глотаю наживкой сколько стоит посмотреть на высших шипов труп что ж для такого ценителя как вы я готов продемонстрировать это уникальное историческое захватывающее шоу всего за 25 бакс ладно я выкладываю денежки покажите мумию ну давайте посмотрим типа денег и так мало давайте еще на мумии смотреть просто откройте крышку саркофага и вашим глазам предстанет великолепная мумия в блеске своего своей древней славы я только прошу не трогать ее и не фотографироваться вспышкой чё кей прошу вас мумия крышка саркофага открывается под ней оказывается высушенный труп который очень похож на обычного гуля стоящего плохо раскрашенном потрескавшимся саркофаге из папье-маше это мумия не могу поверить что из меня только что вытянули 25 за то чтобы посмотреть на 6-футовый кусок вяленого мяса до свидания ухты фантастика надо думать в некоторое время очень внимательно разглядывать мумию ухты спасибо до свидания а можно как-то на него наехать там я не знаю а про призык что-нибудь будет ну видите ли он жестом показывает вам продвинувшись поближе некогда этим городом правила великая королева она держала на троне держалась на троне благодаря амулету который она никогда не снимала шея классно ну да как же звучит у этой принцессе был волшебный амулет ладно продолжайте сгорая от нетерпения что там было дальше хорошо тогда я буду краток и так злой волшебник отправил юную принцессу и забрал у нее амулет с тех пор она бродит по комнате которая вон там про вон там прямо за стеной ну разумеется только после полуночи когда оживает все нечисть вот почему я всегда запираю дверь история леденячая кровь правда задается мне там какой-то гуль ходит которого город выпускают в том бардаке за дверью бродит призрак принцесс и страда и страдает по амулету и все поверить не могу что вы выдаёте это за историю я лучше послушаю про вашу дурацкую мумию которую вы тут показываете 25 баксов ни за что потратили ну ладно и если я не могу выйти что-ли что-то все-таки братство стали ли я джошуа чем я могу откуда ты знаешь по имя куда-то мы либо знаешь ваши деяния совершенные недавно привлекли к вам внимание люди говорят люди слушают так и распространяются вести не забывайте что вы всего лишь крошечная рыбка в океане полном акул дред так скажем так вы новичок в этом большом мире и ничего не знаете о том что в нем происходит а происходит гораздо больше чем связано с вашей задачей которая по сути предельно проста давай я слушаю я сказал достаточно пожалуй вам пора заняться своими делами постой мне хотелось бы задать вам несколько вопрос хорошо можете задать мне вопрос но только один так так ну блин я не знаю правильно ли спрашивать проект давайте где я могу найти как веке были стандартным элементом комплектации любого убежища если память мне не изменяет после открытия убежища с их помощью должны были возродить цивилизацию на поверхности где найти как пожалуй где-то в неоткрытом убежище это все что я могу сказать удачи я знаю до убежища на мне типа там не хватает науки чтобы открыть ну запустить генератор спасибо где-то все типа через за место это закрытая организация мы хочу типа внутрь и или мне репутации не хватает что мутный какой-то городок я бы типа палкой местных мальчишек базы отгонял до боевом режиме да так надо бы не забыть в помощь зайти посмотреть может реально призраки оксана поговорить нельзя сейчас блюю поля еще за город так ты кто и перец я флик какого хрена тебе тут надо чё у тебя за дурацкий ацент флик чем-то ты тут толди дычишь ты меня за недоделанного то не держи ясно думаешь я тупой филевого депутана или может заклоны меня принял я тут тебя развлекать должен так что ли вы сам под итальянского ситалича о нет прости просто любопытно было можно задать пару вопросов да так и есть придураки а лучшее развлечение для меня твои смертные судороги ну давай я вот тебе тебе все-таки пару вопросов задам я тут обычно если ты нарываешься то почему-то весь город при себя выходит хотя согрелся только типа один чувак реально можешь детей разок стукнуть и закончить бой они тогда будут отбегать при приближении она меня не согреться местный народ тогда давайте типа вот так и есть придурок а лучше развлечений для меня твоей смертной судороги я как-то снадит он под за пиндори я его бил я еще критически промахнулся вы знаете это короче типа этот чак норрис я про я типа с ноги по нему ударил а больно стало мне нахахаха ахахахахаххэ Да что ж такое, да попади ты по нему. Все, ногу сломал, что ли. Да. Мой папа с ней забьет сейчас кувалду. Вымыть копье в твоей крови. Да что ж такое, я попаду вообще по тебе. Я только ногу умудрился сломать по тебе. Да что ж такое. О, наконец. Офига, 8 очков здоровья. Ааа, куда побежал? А ну иди сюда. Да что ж такое. Я так понимаю, мы его никак не догоним. Ну можно его, типа, чам и окружи. Тактика. Ага. Таку-доп. Да что ж такое, чувак. Так, а кто-то идет. А кто-то идет. Ага. Ага. Все, окружили. Слышь. Давай, а не с этого парня мне нужно было, типа, деньги добыть. Ау. В смысле он меня из дробовика, что ли, застрелил? Охренеть. Я что-то эту игру временами не понимаю. Что-то было забава. Так. Так, акцент было так. О нет, прости, просто любопытно было. Можно задать еще пару вопросов? Теперь же стоит, только время моё затратишь. Ааа. Кого черта ты тут делаешь? А я, блин, поставщик. Ты че думаешь-то? Как там его? Добрый самурайтянин. Самурайтянин. Че? Я им поставляю... Че? А, маленьких пацанчиков. А, маленьких пацанчиков, понятно. Кого-кого? Пацанчиков? Ну, знаешь, деток, моих деток. Твоих деток? Да-да, они на меня пашут, вещички мне приносят. Маленькие такие. Знаешь, небось. Эээ, нет. Че, находит ты ко мне? Оттащат. Маленькие такие вещички. Он цыган, что ли, я не знаю. Че, больше никому не нужно? А я за это их кормлю, одеваю, все такое. Так. Ну, дай-ка взглянуть, че у тебя тут есть. Нифига. Маленький весь. О, а это че-то новенькое. Магнума не было в первой части. Броня. Это у меня сперли, случайно. Не, у меня такой есть. Блин, а если бы я ему навалял, у меня бы были вещи. А че он с такими не пользовался в бою? Блин, у него даже винтовка есть. Вот это да. Так. Я ищу убежищу еще одного торговца по имени Вик. Не знаешь, где он может быть. Убежище, да? Может, мама аж про него слышала. Я-то без понятия. Но этот вот Вик, я его знаю. А, Вик. Его я знаю. Мецгер этого Борова у себя держит. Такой Мецгер. Этот Мецгер, вот уж кто... Чего? Промпибалая. Так, это он. Он в гильдии работорговцев. Всем заправляет. В восточном районе, к северу от машинного заведения. И Вик у него, это я знаю. Так, что насчет мамаши? Мамаша обжорку держит в восточном районе. Прямо за кладбищем. И чё местечко? Макароны у неё, пальчики облишь. Мамамия. Не, он всё-таки итальянец, типа. Ладно. Его странно перевели. И так-то он итальянец. Так хрен его знает. Ну, типа говорит мамамия, окей. Жаль, что ему не навалил. Да-да, блин, пацан, сволочь. Везде всё тыбрят, а? Так, у нас есть проход на... Чудовище. Пусть и за что? За что меня убивать? Какая-то бешеная женщина, что ли, лично? Э! Чё-то два мужика посередине города избивают женщину. Интересно. Убежал. Я чё-то не понял. Нарк. Наркоман, что ли? Иди сюда, пупсик. Понятно. Местные гопники. Ну, давай поговорим. Давай, шигай. Так. Эй, дружище, я Джоаи. Чё ты делаешь на моей территории? На моей территории? А ты её что, купил? Никто не смеет со мной так разговаривать. Всё бывает когда-то в первый раз. Или ты только разговаривать умеешь? Как угодно. Ты что-нибудь продаёшь или просто болтаешь? Эй, у меня винт есть. Отличный. Только из Рина. Хочешь? Не. Ты ещё вернёшься. Может быть. Чё за винт? Так, а где этот, типа, живёт парень? Какого там зовут-то? А, Фред. А можно мне сказать, где Фред живёт? А? Игра? Да. Крутошка эта чила стоит, типа, крутая. Может, кстати, типа... Так. Привет. Привет, парнище! Чем старый с Митти, можете... С Митти мы тебя нашли! Прикинь. А, мне просто интересно, что ты тут делаешь. По большей части я присматриваю за этим старым хламом. Тут только одна штуковина есть, которая хоть чего-то стоит. И что там такое? А, это такая штука. Highwayman. Фирмы Квисалис Моторс. Ух, красавец! Раньше говорили, ничто не остановит Highwayman. На совесть ребята делали. Это уж точно. Ух ты, она на ходу? Если бы она была на ходу, думаешь, я бы до сих пор торчал в этой заднице? Думаю, нет. Хотя, с другой стороны, может, и торчал бы. Я уж тут вроде как привык. Я понимаю. А вот машину бы я продал, честно говоря. Если бы кто-нибудь принёс мне аккумулятор... Да нет. Вообще-то мне нужен топливный контроллер. Но если бы у меня был бы такой контроллер, я бы продал машину за две. И контролер бы сам поставил, чтобы она ездила как следует. А то есть тут можно автомобилем завестись и, видимо, ездить на нём. Интересная мысль. Я непременно вернусь, если я найду топливный контроллер. А сейчас позволю узнать, у тебя ещё кое-что. Привет, Смитти. Я вот хочу спросить про ту машину, которую ты продавал. Правда? Тогда слушай. Ты мне две тысячи, а я тебе машину. Чёрт. Да я даже тебе топливный контроллер поставлю. Кататься будет прям как новенькая. Даже микрореакторы ядерные поставлю. Нельзя же так без горючки. Мам на микрояде. Да, в этом фолле тоже есть Смитти. Ты не знал? Э, Смитти. Смитти, я помню, мы тебя в первом спасали. Получи. Раза с третьего получилось. Так, а я не понял, а типа у меня вот этот... А, во, слушай. Опа-ня, у меня есть тут одна штуковина из кламата. Давай-ка в старом Смите взглянуть. Конечно, вот. Все это похоже на топливный регулятор. Если бы у меня была машина на ходу с этой штуковиной, она бы ещё и лучше забегала. Э? Тут такое дело, у меня есть машина. Ну, да. Хавеймэн фирмы, Кристаллит Моторс, у Красавицы раньше говорили, ага, ага. Так, повторяешься, так, а я тут при чём? Ну, много чего. А с другой стороны посмотреть, так и не больно-то много. Понятно. То есть мне, типа, контролёр надо найти. Сейзет, привет. Слушай, кто вам говорит, нельзя тут машину приобрести. Это баг. Да вообще, пешие прогулки полезны. Ну, а, типа, если за это икспу хотя бы дадут или там деньги, ну, хотя он собирается у меня деньги забрать. Чё-то, обычно воры воруют ложки, я ворую лопатку. Оу. Сырные орешки. Что за нафиг. Чё-то сырные орешки. Прочитать нельзя. Коробка орешков со вкусом сыра. Невероятно вкусная. Капец. Сейчас от машины не на ходу, ей нужен топливный контроллер. Будет слишком много шоу. Отойди от машин. Ладно, 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 ладно. Беспокойный какой-то парень. Ну, лопата это просто большая ложка. Ну, да, в принципе. Ну, для супер мутанта сойдет, в принципе. Я так думаю. Пока что нельзя. Чё, опять на меня кто-то напал? Ааа. Чего? Там какое-то слово было. Парка срака. Чё? Чё-то странный город, ей-богу. То тебя воровать пытаются, то еще что-то принести, то напасть. Так, кладбище. Ого. Хм. Слушайте, а тут что-то какая-то бригада, типа. О, нет, стоп, стойте, ладно, чёрт с вами. В смысле? Ладно, давайте с храма начнем. Нифига, чё это там такое? Склад. Говори с Тайлером, не со мной приятель. Ты Тайлер? Ты кто? Чё тебе надо? Да, я... Так, я еще вернусь. Окей. Так, а еще раз, чего у меня там по квестам? Клара хочет знать, что охраняю в церкви. А, воу. То есть вот этот квест, да? А я смогу обмануть? У меня, конечно, типа красноречие не так уж сильно. Давайте попробуем. Сколько мне его там? Треться. Третьсям. Яд с Метцгера. За каким хреном? Его барахло никуда не денется. Он при... Так, но он хочет убедиться. Ладно, нахер. Заходи. Он что решил, что у меня товары... Ножки выро... А, что у него... А, что у его товара ножки выросят. Капец, я читаю. Да и кому нужна эта хрень? Пока. Да. Типа я мог зайти, да? Вы прообретаете 500 очков. Вы видите ящики с различными химикалиями, которые вам точно ни на что не пригодятся. Химикалии. О. Я бы еще понял из химии, что такое химикалии. Ну, то есть, все одно и то же. А, что-то спереть можешь. Церковь хранить химикалии. Ну, ладно, хоть экспу получили. В принципе, неплохо. У меня осталось 1200 где-то до левел. Найс. Я плыву! Так, достать там автомобильную запчасть. Подождите, а у меня что тогда стоит? Топливный регулятор. А я не понял, этот квест, что ли, он не работает или что? Почему я не могу, типа, вот у меня есть регулятор. Я прихожу к ним, с ним, к парню. И он не хочет его брать. Странно. Не, так, не на двойку. Ладно, давайте на семерку. Опять, опять детишки, да? Привет, да-да-да-да-да. Привет, пацан. Я тебе сейчас с ноги-то заеду. Я Фрэнки. А, так. А это вот зовут Яма. А, так, стоп. Меня зовут Фрэнки, а вот это Яма. Лучший расплю... Распроклятый бар на тысячу мили вокруг. В Яму все валят, когда хотят расслабиться. Только смотри, чтобы у тебя неприятностей не было. Ясно? Ясно, ясно. Что это ты хотелось? Женщины, видишь, информацию. Информацию. Информации у меня нет. А, мне казалось, что бармены знают все. Еще что-нибудь? Нет, спасибо. Так, стоп. А мне не от Фрэнки надо дать? А, Фреда. Фреда не знаешь? Эй, если ты из компании, это будет стоить дорожки. Эй, они на горшок со мной ходят. Это будет сто... 800 баксов. Так, я теперь понял, почему мне говорили, что, типа, проституцией можно в игре заниматься. Это же выгодно. 800 баксов, блин. Я люблю тебя, дядя. 800. Регулятора потом можно вставить как улучшение. А. Окей. Я просто сама скорость. Тут Фреда не видели? Регулятора. Пэд. Саш, Саш, дед. О, свежая кровь. Заходи, гостем будешь. Это гильдия аэропорта торговцев. Меня Зайдан зовут. А ты тут чё, по делу? Лучше бы так. Кем-то, собственно, занимается в вашей гильдии? Ты меня задолбать хочешь? Мы ловим, продаем рабов. Ты же за этим здесь, так? Поработать хочешь или чё? Чё, купить рабов? Ты знаешь человека по имени Вик? Да, Вик. Торгуется. Верно? Который всякую фигню из убежищ продаёт. Он попал. Конкретно попал. Мецгер от него просто икру мечет. Кто такой Мецгер? Чёрт, ты что не знаешь Мецгера? И что ты тут тогда делаешь в этом сраном городишке? Он глава гильдии работорговцев. Так, о другом хочу спросить. Ты когда-нибудь слышал об убежище 13? Нет, но это стоит спросить у босса. Он наверняка все эти сранные пустоши излазил. Так, ещё вопрос. Так, а про Вика что-нибудь ещё есть? Он продаётся? Да нет. Этот тупой урод Вик достал Мецгера какой-то рацией. Чё? Достал Мецгера какой-то рацией? Ладно. Вряд ли он её продаст, но лучше с ним поговори. Ага. Не, я чуть не понял. Ладно. Типа как он его достал рацией? Типа он не хочет её продавать или чё? Руки прочь. Как дела? Ээээ, хорошо, спасибо. Ладно. Так, слушай, папуас, а ну отойди. Какого хрена тебе надо? Это вам гель и арабаторгорцев, а не логово для грабанных винторезов. Эээээ, у меня есть кое-что на продажу. Типа я этого парня продать. Не-не-не. Насчёт Вика. Эээ, он тут у нас специалист по технологиям из убежищ. Или так он говорит. Он теперь моя собственность и он никуда не пойдёт. А можно его увидеть? Зачем? А ладно, насрать. Только чтоб не мешать ему чинить эту грёбаную рацию. И пусть лучше он поторапится. Меня уже задолбало кормить эту ленивую задницу. Почему удерживайте его здесь? Этот маленький гантон, он продал мне рацию и сказал, что она даже будет что-то ловить. А она не ловит. Я ухватил его за жопу. Ага, значит, у вас такие отношения. А когда он пытался высказать из города, надеялся, что я не успею это обнаружить. Большая ошибка. Никто не может пойметь меня безнаказанно. Ему повезло, что он, что вообще у живых остался. Что это за передачи? Между Анклау и Нью Эй. Куда это ты нос суёшь? Это бизнес. Я должен быть уверен, что никто не попытается пойти меня. Это всё, что тебе стоит знать. Окей. Так, а ещё чуть-чуть. Так, могу я вступить в гильдию? Думаешь, ты справишься? Я просто абы кого не беру. Ладно, нахер. Если напортачишь, я тебе продам. На лбу придётся сделать татуировку, чтобы все знали, что ты работорговец. Это навсегда. Так что не передумаешь. Не, на лоб не согласен. А, мне надо подумать. Не-не-не-не. Так. Я думаю, типа, отношения нехорошие с людьми будут из-за этого. Что-то такое, блин, дело же. Так, а что внутрь зайти? Ну, я думаю, мы можем с Мензгером разобраться. На него там, типа, зубы точат. В смысле? Всё, хватит. Мне ж, типа, разрешили. Насчёт Вика. Вика его зовут. Он торговец. Сломал моего босса какую-то хреновину или типа того. Точно не знаю. Почему его охраняют? Почему его охраняют? А, это у тебя привычка такая. Есть места, о которых ты ничего не знаешь. Это гильдера по торговцам. Ой, вот меня куда занесло. Мне казалось, я в Канзасе. Где? Нет, первый раз слышу. Это дыра. Не уверен насчёт того. Где это? Ну, я редко отсюда выбираюсь. Извини. Тих, гряди. Ну, ладно, спасибо. Понятно. Открыть-то можешь? Дверь запрета. Можешь её открыть? Конечно. Извини. Я не знаю, что ты хочешь прямо сейчас поговорить с ним. Думал, ты просто интересуешься и всё такое. И... Так я вообще-то на самом деле не откатал делал. Не могли бы вы сказать ему, что я не могу? Постойте. Кто вы? Вы не работорговец. Что вы тут делаете? Меня зовут Дред. Я здесь, чтобы вас вытащить. Ух ты! Вы можете сделать это для меня. Я сделаю для вас всё, что угодно. Если вы поможете мне из-за этого выпутаться. Проблема только в том, что Медгер держит меня в заперти, пока я не починю рации. А у меня нет нужных деталей. Я, кстати, у чувакка сам виноват. Учитывая, что ты, короче, как реликвии продаёшь фляжки из убежища 13, то, типа, вот с рацией сам виноват. У меня с собой есть рация, она не пригодится. У меня есть рация? Это здорово! Теперь я починю эту рацию и как раз плюну. Ладно, побырю и Смитзгер. Если у меня была рация, Смитзгер? Видали, была. Ладно, попробую. Так, на всякий случай, чтобы удостовериться. У меня же не было рация. А, слушайте, реально было. Теперь что, блин? Насчёт Вика. Почему вы его держите здесь? Угу. Так, ладно, в конце концов, заставил эту проклятую рацию заработать. Но это не означает, что я так просто, запросто его отпущу. Так что это за передача? Занимайся собственными делами. Может, деньги могут уладить в этот вопрос? Конечно, но это будет всё в тысячу вас. Ну, хотя, в принципе, люди. Это даже дёшево, я бы сказал. Можно так. Очень жаль, но я не могу себе это позволить. Что, вы там охренели совсем? Нет, Смитзгер, всё равно меня не отпустят. А что я тогда рацию отдал? Печально. Тут же Мамаша это, да? Привет, меня зовут Мамаша. Я хозяйка этого заверения. Тут у меня лучшая кухня к северу от Ньюрина. Вы мне не мама. Хе-хе-хе. Вы что-нибудь знаете об убежище или человека-юнивик? Чем можно заняться у вас в городе? Ну, мне нужно, чтобы кто-нибудь отнёс еду Смитти к западу отсюда, на свалке. Сделаешь я для меня? А я тебя бесплатно покормлю. Слышь, Смитти, а тебе еда нужна? Могу закинуть. Ладно. Окей, мне не трудно, там по пути и будет. Спасибо большое. Я бы и сама сходила, но некому присмотреть за закусочной. Пока меня не будет. Вот обед для Смити. Если бы я ему не приносила, он бы наверняка забывал поесть. Окей. А тут Фреда нет. Не найдётся мялочь для безработного фермера. Расскажи мне свою историю. Он быстро трезвеет и начинает свой рассказ. Перед тем, как прийти сюда, я был добропорядочным гражданином. Я был мирным фермером и работал в поле. Так же, как и все остальные. А потом по ночам стали появляться они. Их кожа была настолько белой, что светилась в темноте. Надо признаться, это до чёртиков меня напугало. Ночь за ночью они приходили и воровали зерно и скот. Я ничего не мог сделать, чтобы остановить их. Я знаю, что ты скажешь. Почему ты не попросил у кого-нибудь помощь? Я тебе скажу. Я просил. Никто мне не поверил. Все решили, что я спятил. И в конце концов, я больше не мог этого выносить. Я больше не мог этого выносить. Я просто встал и ушёл. И пришёл сюда. С тех пор я сижу здесь. Карл начинает безудержно рыдать. Вы решайте, оставите его наедине с бедой. Я знаю, что он Карл. Окей, это не Фред. Фред кто видел? Привет. О, это чё? Карл ковши. Окей. Да, неси. Посмотри сначала описание. Обед уникальная вещь. Ого. Какой-то салат и сэндвич делаю. Нас... Нас... Чего? А, насколько вы можете судить? Из мяса брамина, покрытого густым, тёмно-жёлтым соусом. А сбоку вы видите странный маринованный зелёный овощ. Огурчик, типа. Или перчик. Интересно. Слушайте, смейте, это не вкусит, где Фред? Это чё-то вроде... А, погодите. Не всё, обошёл. Погодите-ка. Так, как туда попасть? А, подожди, это... Это рабы? Не, ну... Фред, наверное, не там тогда. Ха. Видите, нарка. Видимо, тоже нарк. А где реально Фред? Блин, честно, какое-нибудь описание будет, типа, где он? Тоже нарк. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ну и что, узнал, что там химическое сырьё, а в больших ящиках. Я думаю, они из этой химии наркоту варят. Точно. А, теперь понятно. Спасибо, вот твои деньги. И что, понятно? Я видела, как пришёл караван из города-убежище. Город-убежище? А кое-что из того, что он привёз, забрали караваны из Ньюрина. Вот, короче, типа Анклав переговариваются с Ньюрином, получается. Да, и что же, ясно. Ньюрина у нас столица наркопроизводства. Но им же нужно откуда-то брать сырьё. Верно? Похоже, какую-то часть этого сырья... А может быть и всё они получают из города-убежища. А где Ньюрина? Точно не знаю. Где-то на юге, я думаю. Мне там бывать не приходилось. Просто оттуда иногда приходят караваны. Хотя я редко. Ладно, спасибо. Хочешь ещё быстро заработать 50 баксов? Лёгкие деньги. Давай. Мне нужно, чтобы ты поговорил с Мецгером и узнал, всё ли будет в порядке, если мы с Тайлером сидём кое-какие старые счёты. Он поймёт, что я имею в виду. Почему ты просишь меня об этом? Потому что я не хочу, чтобы Тайлер видел моих людей рядом с Мецгером. Я не хочу подставляться. Посмотрим. Окей. Ты, Фред, не знаешь где? Чего нельзя спросить? Погодите, а может быть? Есть, Фред, не там? А, нету. Типа спросить нельзя, да? Обзор. Ага, офигеть. Весь диалог можешь посмотреть. Фред либо у флика итальянца, либо в казино Бекки. Либо по пути туда и обратно. Так, блин, ещё понятно, как он выглядит. Казино Бекки. В смысле, а он там в казино? Потому что тут все выглядят на одно лицо, честно. Фред. Нарк. Нарк. Тупые дети. Блин, что-то наркоманов. Ну, дофига. Какая, о чем выживает тут? Пас апокалипс. Смотри, чтоб я больше не видел, как ты тут возле моей машины суешь. Ты не станешь. Кузнеч? Кузнечик. Чем тебе помочь? О, привет, Смитти. Я вот так. Ага. Слушай, папаня. Так. Ну, с вами ему еду можно отдать? Так, хорошо. Может, это так работает? Где там эта еда? Блин. Выглядит как Нарк, но в описании как житель. А, я только что видел жителя. Весаги, да? Все, я отнес, что ли? У меня что, побыть из коммунизма, из коммунизма ли его, что ли, ничего? Те, опять! Я усеял, что ли? Вот, обед тут есть. Я, короче, иду. О, ох ты ж! Все, я увидел. Уж пацан, сволочь. Я даже не заметил. Так, привет, Смитти, я хочу спросить про ту мамашу, которую ты продавал. А, мамашу машину. Так. Вот, да, мамаш попросил отнести тебе обед. Вот теперь величие еще хорошие люди. Спасибо, комрад. Вот тебе кое-что за хлопоты. Штука полезная, всегда пригодится вам, протягиваю вам стимулятор. Спасибо. Вот ж мелкий, а, говнюк. Короче, пацану убегает, если у меня что-то с коммунизмили. Опять эта дебильная женщина. Короче, вот эта, афрэд, ну что он как житель отмечался. Нет, это нарк. Это нарк. О, житель дыры. Ась, я вас не знаю, что вы хотите. Я хочу взыскать с вас должок. А что вы говорите? Я никому ничего не должен. Ну что, вообще не сядьте. Эрбеки говорит, что вы должны 500 баксов. Украли обед. Вот ведь гады. Так, спасение рядовых смитей снова третий. Да, 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 да. Типа, рядовому смите снова, типа, попал. До него не доставили еду. Так, ну ладно, на 200 баксов. Ах, да, верно. Ребекка одолжила мне 200 баксов. Ой, погодите, может... Она сказала, не будет платить. Сломай ему шею. Ага, рассказывайте от своей бабушки после 12 ночи. Бекки и мухи не обидит. А красотка какая-то. Ну что ж, ты ошибся, гадан. Может, это был кто-то другой. Что ты, а мне дали деньги-то? Не, не дали. Слышь? Должок, гони. 200 баксов. Гони бабки. Черт, наверное, вы правы. Но. Почти на нуле. Нет у меня таких денег. Мне же нужно что-то есть. Сами понимаете. И у тебя еще, блин... В смысле, не повезло и очень жаль. Что за диалоги? Очень жаль. Черт побери. Я из 100 баксов в свой дом на скребу. Может, скостите мне половину, обещая. Я вам потом верну. Давай, выкладывай себе деньги. Я же говорю, я не могу. Я умру с голода, если все вам отдам. Послушайте, может быть, вы поможете выпытаться? Не, ну, блин. Типа, давать деньги, тем более. Очень жаль, но нет. У меня тоже нет наличных. Подождите, я знаю. Вот что. Я дам вам 100 баксов, а вы одолжите мне еще 100 баксов. И отдадите деньги бэки. Я вам скоро отдам. Я просто не понимаю, чем парень занимается. То есть, если бы он занимался чем-нибудь нормальным, я бы ему одолжил. То есть, если бы он был бы механиком, там. Ну, вот Смитти, к примеру. То есть, Смитти механик, то есть, одолжить ему деньги можно. Он их может отработать. И ты, парень, на нарко похож. Ну уж нет. Далее 200, а давай 200. Я же говорю. Наши мне не отдаст деньги. Ладно, была не была. Давайте займем. Ладно, я так. У меня нет наличных. Так. Ну, хорошо. Так, что правда? Вот это да. Спасибо огромное, приятель. Вот 100 баксов, другую сотню. Я постараюсь дать вам как можно скорее. Да вот жок за вами. Не волнуйся, конечно, я дам. Слово даю. А на этот раз я не забуду. Послушайте, знаете что? Эта сотка, на самом деле, пойдет, ну, кое-что отсрочить. Как вы думаете, нельзя у вас занять еще немного? Сколько? Хотя мы 50 баксов, пожалуй. Они мне нужны на мой генеральный план. Не гениальный. Он потом, в зависимости от удачи, он через время срывает к казино, отдает больше, но, может быть, зависит от удачи. У меня удача 8. В принципе, это больше половины. Гениальный план в казино спустить. Ну, тогда я покрою почти весь ваш долг и две сотни из своих. У меня останется всего 50. Че? Тогда я покрою почти весь долг в две сотни из своих. У меня останется всего 50 бакс. Ясно. Что? А, черт, вы об этом не пожалеете, я все сделаю. Я ему одолжил, да? Два раза. О! Привет, чем мы можем вам помочь? Мне надо выпить. А, счет это работа. Не шо ли вам правда, вот было бы прекрасно. Да. Я верить не могу. Как вам это удалось? Ой. Не обращайте внимания. Я просто потрясающе. Вот и все. Знак благодарности я поделюсь с вами, разделю ровно пополам. Спасибо еще раз. Вы поступили очень честно. Есть еще работа для меня? Дерек взял у меня книгу почитать. Уже довольно давно. Я заплачу 80 баксов, если вы сможете вернуть ее. Че, такие мелкие поручения. Ну ладно. За это экспу дарить, так что окей. Так, расскажи мне поподробнее. Книга называлась «Цветок лаванды». Дерек обычно ошивается у закусочной мамаши в восточном районе. Так, на первый взгляд дело нехитрое. Я знаю, блин, эти, типа, приключения на 5 минут. Зашел-вышел. Но это тоже по пути, как ни странно. Так, какой-то Дерек нужен. Ну тут, кстати, в самом начале очень много таких мелких поручений. В первом фоллауте почти такого не было. Там тебя сразу же, типа, иди там, разберись с бандитами, выручи девушку. Там, убей от скорпионов. Помоги зачистить казино. Там сходу такое было. Так, ну достало уже. Какого рожное тебе нужно теперь? Лара попросила меня спросить у вас разрешение на войну с Тайлером. Да что за пчела я вдруг в жопу гусила? Эти сучки уже давал шанс. Я это... Вот уж не думала, что у нее хватит храбрости, опять возник. О чем это... Ой, только не надо дурочку валять. Ладно. Я точно знаю, что она собирается делать. У нее уже был шанс. Она им не воспользовалась. Но если она считает, что на этот раз... Так, значит, можно. Что ж, я скажу так. Предложение остается в силе. Если она считает, что может вышибить из-под... Чего? Может вышибить из-под зад коленом? И что у нее лучше получится сторожить мое барахло? То? Вот что. Мне все равно, кто из них будет стеречь мое добро. Пока мой товар в порядке, мне плевать. Ладно. Спасибо. Это того стоит. Тем более, что Бека отдаст тебе половину. Что ты... А. Ну, как бы я полтинник сейчас занял парт. Так. Мне нужен какой-то... Что он знает? Дерек? Дерек возле мамаши. Наверное, вот кто-то из этих. Эй, хлеб-то свежего ищешь. Я ищу книгу Бекки. Ах, да. Мне она не понравилась. Слишком много поцелуев. Я зашфурну ее за тот угол. Нет. Он за тот. Нет. А за угол или куда? Может, где еще бронил? Или все-таки выбросил? Ух, как голова болит. Что за... Это помогает? Че? Это где книга Бекки? Книга. А, это книга. Кто вас послал? По-моему, вы ее не той стороной держите. Не забудьте. Носовой платок. Я что-то не знаю по поводу этого города. Это какой-то город каких-то, типа, отшибленных людей. Не поводу. Типа, про какой угол мы вообще говорим? Что-то меня начинает клести. Может, с ней поговорить. Это ты взял мое дерьмо. Что всех беспокоит, кто взял их дерьмо? Это как вообще? Это, видимо, главная валюта местных бомжей. Это дерьмо. Поэтому они наезжают на всех. Наверное, там можно поискать. В канализацию, случайно, не надо залезть? А то я тогда, типа, с первого фоллаута... Меня так бомбануло с того, что надо было, типа, залезть в этот... В канализацию в Некрополе, а я там, блин, два дня маялся. Дурью. Не мог понять, что мне делать. Что-то, сдаётся мне... У вас достаточно свободы времени, чтобы потратить его на изучение этого мусора. Чего? А как можно мусор изучить? Может, у вас недостаточно свободного времени? Что-то... Что-то... Чё, какой-то странный квест есть сейчас. Так, отличная работа. Ты, наверное, нагулял неплохой аппетит. Награду получишь отличное кушание. Ассорти из моих лучших блюд. Только для тебя. Эй, что здорово. Чего-то сейчас наемся. О, покушал. Ого, какой отмен аппетит. Люблю смотреть на хороших едоков. Ну как, этого хватило? Вообще-то, неплохо бы добавки. Да нет, в общем-то. Мне очень жаль, у нас есть крысиный пирог, крысиные лепёшки и спагетти. Видимо, тоже крысиный. Хотя, не факт. Не взяли ли что-нибудь... В чём мне так много крысятины? А, можно взять спагетти. В них крысятины не так уж и много. Соус столько и всего. Ну что ж, ладно, тогда возьму спагетти с крысиным соусом. Я сейчас приготовлю большую порцию. Это будет стоить 10 баксов. 10 баксов за крысу? У вас, наверное, крыша поехала. Чёрт. У себя в деревне за хорошую и сочную крысу мы платим гораздо больше. Договорились? А, это наоборот. Думаю, я зайду по почве. Книгу придётся поискать, но есть места случайного положения. А как её искать-то вообще? Как она, типа... То есть, она как-то отображается или что вообще? Потому что тут с этим пиксель-хантингом ещё не факт, что найдёшь. Куча дров. Чё, тут диван. Если бы кто-нибудь заплатил вам много денег, а у вас был бы стальной зад, можно было бы обдумать возможность посидеть этот штаб. Чёт тут деньги. Просто лежит на земле и выглядит как прямоугольник. Ну да. А какого цвета прямоугольник? Хорошо, начнём с этого. Просто лежит на земле. Выглядит как прямоугольник. А тут вообще на все локации это надо поискать. Стоп, стоп, стоп. Газетный автомат. Пуст, кажется, когда-то в нём были журналы для взрослых. Неплох, неплох. Да, блин. Ещё бы как-нибудь был внимательность подключить ко всему этому. Вот так. Angel. Привет. Книга на кладбище, но рандом при заходе в город. Не знаю, только при первом или нет. Кажется, где-то была. Нет, книге вроде не повезло. Хрен его знает. Блин, реально бы увидеть, как она выглядит. Ну, говорят же рандомно. Поэтому... Блин, реально не хватает подсветки вещей. Она большая вообще должна быть? То есть, вот, типа, если сравнивать... Вот с вот этой вот книгой. Вот она так же выглядит? Вот шмудень-то, а. Взял книгу, потерял. Это она? Логично, чуваки, логично. Где ещё могли книгой пользоваться? Конечно, пошли в туалет, почитали и оставили. Или потерлись, я не знаю. Блин. Логика. Надо было в сортир перец. Кстати, сверху слева от бара Фрэнк. Да. Ну, спасибо, я там, типа, сам его увидел. Ещё до того, как прочитал. Ну, да. Забавно. Я, конечно, заглядывать внутрь не буду, а то мало ли что там. Прядь, чем может помочь? Так. Насчёт работы. Да. О, вы нашли мою книгу. Надеюсь, Дерек её не порвал. Ну, как бы. Если вы заглянете внутрь, и там будет что-то на середине страницы коричневое, лучше это не нюхать и не трогать. Да, вот, возьмите. Ой, как я рада, что вы нашли её. Спасибо огромное. Вот ваши деньги. Всегда, пожалуйста. А какие деньги-то? Сколько дали? Почему мне пишут, сколько денег дали? 80 баксов? А, да. Одно, что он, по-моему, говорил. Так. Работы нет, да? Так, чё остаётся? Чё мы выполнили там? А, надо к этой девахе сходить. Сордира, кладбище, самые частые места. Блин, не знаю, как бы с сортиром было логично на самом деле. Не знаю, чё он там на кладбище делал, пытался сатану при помощи не уйдить. Так, ну что, поговорил с ним, что он сказал? Он дал добро. Если выиграете, можете сами выполнять их работы, как раньше. Отлично. На это я и надеялась. И говорят, в последнее время он был ими недоволен. Вот твои деньги. Фу, коричневый дырек. А почему коричневый дырек? Типа, он наоборот подтирается, так что всё нормально. Хе-хе-хе. Так. Вот выйдем. Я полагаю, есть что-то ещё? Сейчас мы им не соперники. У них немного больше людей. Да и денег куда больше. Если бы можно было найти у них слабое место, чтобы мы могли бы использовать, чтобы уравновешить наши силы. Или что-то, на чём можно сыграть. А, найти слабое место. И как интересно я это сделал. Если бы знала, мне не пришлось бы просить тебя помощи. Ладно, я попытаюсь. Так, я не понял. Это те, которые типа охраняют там что ли или чё? Найти слабую сторону в банде Тайлера, охраняющего церковь. Ага. Так, а там чё? Так, выплатить долг за Вика, доставив рацию из его дома, ломать и заплатив Метгер. А, рацию я доставил. Всё, я понял, где я рацию достал. Но нужно выплатить долг ещё. Да что ж такое? Чё не так с этой женщиной? Это игра зависла так или чё? Чё он бесконечно ходит? Чё с сутка происходит? Я вообще не понимаю это. Это как-то тупо. Так, давайте поговорим. Так, кто может знать слабые места? Так, допустим, могут знать, типа, главы тут каких-нибудь, типа, заведений по типу игорного казино. Хотя напрямую бы стоило поговорить? Понятно. Ничего. Не, ну штуку накопить это сложно. То есть даже если я, типа, всё продам, что у меня есть, не факт, что я, типа, выйду в плюс. Хороший такой. Так. Можно, типа, у этих, у мелких спросить? У главы мелких. Так, это, по-моему, пацан, ничего у тебя не тырит. Ага. Слышь, итальяшка. Так. Ага. Я хочу поторговать с тобой. Нет. Нет, тут ничего. Да, блин. Еще увидимся. Типа, бой начался. Вероятно, ты здесь поубивал бандитов. Не, я не убивал бандитов. Я проходил тут, и на меня женщина напала. Вот какая-то из этих, которая убегает. Типа, мы, мы ей накостыляли, и она начала убегать, и теперь она постоянно убегает. Вот, может, это какой-то баг при загрузке был. Хрен его знает. Так, да, как дела? Здорово, просто классно. Совсем забыли, один мой приятель в крупном выигрыше, и не прочь поделиться с друзьями. Ну, ты понимаешь, о чем я. О, так у вас большие планы. Да, он сегодня устраивает вечеринку, будет кайфово. Ну, выпей там за мое здоровье. Пока. А то уж точно будем пить, пока не свалимся. Что за приятель? Если, короче, достать яб или там какое-нибудь слабительное, подлить им туда выпивку, и они там будут пухать или выпьют, то есть будут не в состоянии сражаться. Короче, вот эта вот банда на них налетает и всех поубивает. Но я думаю, так нельзя сделать. Скоро начнется пьянка. Вот что, если тебе, что надо этот Тайлеру. Это рандомный бой с парками. Они потом убегают, как заметят... А, с нарками, с парками. Ну, я так и понял. Типа, нарки решили напасть и отглоповать у меня что-нибудь. Ну, типа, чуваки пойдут бухать, только я не понял, кому. Так. Ну что, что-нибудь нашел? Да, сегодня у них вечеринка. Отлично, они наверняка ставят минимум охраны. Мы будем в хорошем положении. Тех, кто будет на вечеринке, можно будет устранить после удара по церкви. А мои деньги? Ну нет. Хочешь получить свои деньги? Иди с нами. Драться тебе не придется. Но мы должны убедиться, что тут нет ловушки. Я дам тебе 300 баксов за все. Так, дай мне время подготовиться. Так, у меня куча всего. Надо бы что-нибудь впарить. Так, кстати, я чуть не прочитал книжку. Что за книжка? Оружие, боеприпас. Найс. То есть там противоядие впарить. Одни инструменты. Вот. Потом мы, короче, там... О, почти лово. Куча лута соберем. Декстер... Хлоу, мой друзья. Хлоу. Холота. гран-сиэра мегуста мучу типа пола холла холла блин пивас бы пригодился я не знаю от орешки нужны куда-нибудь сырные так давайте ладно пивас продадим лопаты хрен его знает нужны они нет хотя я одну бы оставил вот фомка точно не нужно вот это не нужно сапоги по две штуки продадим вяленое мясо точно не надо одни инструменты 6 пива чё привет из гран-каран я не очень нравится россия я понял что это испанский гран-каран мегуста мучу пусть я лафал геймс and you cowboy hat you are that is mexican cowboy hat from mexico get you in mexico thank you man you fear if you have a hat i love you окей смысле от изменить и знаешь испанский или чё или ты в переводчик бил бля тут у него ничем так хотя патроны принц а сколько пп стоит я у него папа по-моему видел 15342 блин так так а инструменты дофига стоит фигеть так это уберем а вот так и возьмем у тебя 13 чутка знаю а сори батук скул why sorry that's cool head i know орешки не нужны но тут понимаешь культ вещей я например коллекционирую каждый виду по одному можешь сложить ненужную на любую полку так блин как как выйти как выйти из диалога ладно еще увидимся так место есть а есть товар а может их можно съесть орешки так давай погнали вечерний налет это моя любимая работа она слушайте пускай они сами воюют я просто вот тут постою типа мне же за это экспо отвалит все равно а потом короче залутаемся что нам не делается были всегда выглядела забавно когда-то управляешь только 1 персонажа слышь а наш папуасу чё ты корей ковальдой он он и не бьет он и тыкает выпускать ненависть поиграть это очень тяжелый игрок это игрокам, я думаю, о тактиках если ты готовишься, это будет легче но если ты играешь как Рашман ты умерешь Лару убьют вроде, но я помню, что как-то спасал ее хотя потом все считали ее мертвой не, мне главное, чтоб не заплатили и лут что-то я вообще, я уже не понял, кто с кем сражается они так все похожи ты хотеть свежее мясо, мы радуем, что ты здесь так, еще одного убили я скажу, у тебя в своей ручной игуане у тебя есть ручная игуана, офигеть я ушел лошина, что? Слушайте, они там по своим попадают. Слоу. Они что, все патроны потратили, что ли? Да не, он стреляет. Слушайте, что-то до хрена там всех очков здоровья, что ли. Что такое лошина? Это типа лошаров, что ли? Лошина! Да убейте вы уже! Все, наконец-то убил. Это странная багуля. Обычно Лара дает нормаз бабок. Просто смотри за ее здоровьем и, в крайнем случае, подлечи. Это вот она? Подожди, это по ДДН, что ли? Да нормально у нее хп. Что, они там парня убить не могут? Давай лучше бежать. А, они ему урона не наносят. У нее типа броня хорошая. Все, что-то я вспомнил эту броню. У него типа... Хорошее получение урона. Да убейте вы его уже. Левел. Ха-ха-ха. Браво! Так, левел. Так, легкое оружие. Теперь шестерку закинем. Вот так вот шесть. Два сюда. Два сюда. Так, я что-то куда-то промахнулся и куда-то больше, чем надо закинул. Наверное. Два. Времонт два. Науку два. И взлом два. Так, на следующем уровне мы будем эту способность получать. Супер. Спасибо, а вот твои деньги. Еще сто сверху. Оу. О, да. Ха-ха-ха. Так, я не понял. Тут ровно тут было что-то? Да, там один разряженный пистолет был. Ну, отлично. Типа пистолеты продадим. Неплохо-то поднимемся. Кто вообще торгаши? Что-то вообще ези было. Пля, и сила. I got power. А мне мстить не буду? Где там народ вообще пьет? Вися приличная. О, у этого парня цветок есть, шкура, патроны. 248 баксов. Ого. Подожди, это 1 250 баксов стоит? Офигеть. Ну ладно, две крышки там потеряем. Так, а у нас сколько денег? О, хватает. Супер. Не, а на самом деле с этого мы неплохо позаработали так-то, я считаю. Так, ну давайте выплатим, типа, долг. Так, насчет Вика. Так, почему вы держите здесь? А, может деньги могут уладить вопрос? 1 500 баксов? Хорошо, вот, держи. Ладно, он твой. Только пусть выметается отсюда. Пока я не передумал и не всадил пуля прямо в его тупую голову. Спасибо. Пстить не будут, но бой что-то вообще легкий у тебя был. Ты даже в бой не сухал. Ну да. А что должно было быть? Ну типа, все правильно. Половина народа ушла бухать. Осталось половина, то есть трое. Там их шестеро было. Вот. И мы, короче, пришли. У меня там еще свой папуас сражался с молотком. Ну, как бы. А почему сложно должно было быть? Типа, это подготовка. Спасибо, я перед вами в вечном долгу. Чем я ему помочь? Скажи мне, где находится убежище 13? Убежище 13? Есть город-убежище к востоку отсюда. Я иногда там торгую. Хотите отправиться так? Где вы взяли эту флягу? Эд живет в городе-убежище. Он торгует с бронинами. Был одним из моих поставщиков. Город-убежище не так далеко отсюда. Хотите отправиться туда со мной? Я бы с удовольствием, босс. Только похоже, что у вас больше места нет. Я просто пойду к мамаши. Давненько я там не бывал. Дайте знать, если для меня появится место. Так, у меня... Понятно. У меня было тяжело. Несколько раз переигрывал. Я тогда... А, в смысле, а нынче ты не пользуешься с ривом? Так, чего мы в этом городе еще не сделали? Ну, автомобильную только запчасть найти, а так все. Иначе город-убежище надо отправляться. Так, тут бы с кем-нибудь торгануть. Кто тут торгует? Тут же кто-то торговал оружием. Наверное, вот где-то здесь. Да-да-да, вот в Тубисе. Не пользуешься ни в одной игре? Нифига себе. Ты крутой. Не, у меня... Мне постоянно сейвы нужны. Я постоянно что-нибудь либо залажаю, что-нибудь неправильно сделаю. Так, давайте торговать. Смотрите, по-моему, у тебя было ПП. Или это в другом городе было? Бля, у него нет ПП. Печально. Так. Что у тебя можно сделать такого? Дизерт, конечно, прикольно, но для него патронов нет. Или он стреляет, типа... Да, 0.44. Подожди. Желтая карта допуска реактора. Это ж мой предмет, блин. Это реально мой предмет. Все, я вспомнил. У меня пацаны его сперли. Аж сволочи. Когда успели-то? Я забыл даже. Вот это, конечно, да. Так, сколько тут понадобится? 100... 179? Ага. Бля. Как бы правильно торгануть-то? С ним пак тогда? Блин, что все так дорого стоит? Хм. Ну, давайте так. Магнум у него был револьверный, хороший. Для Вика можно улучшить. Так, Викни со мной. Со мной папуас. С молотком. Деря-деря-деря. Так, у меня 140 патронов. Это, кстати, неплохо. Я вот только тебе пропуск у него выкупил, а я не знаю, нахрена. Вот черт, вороватый город, а. Так, город-убежище. Ну, погнали. Стоп, 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 стоп. Не-не-не-не. Я знаю, что. Я пойду мстить. Тут же парочка гекконов осталось. Ну, ага. Эй, ящерица. Ящерица. Мы, кстати, прокачали свое владение деким оружием. Я думаю, теперь я даже в голову буду попадать. Попал. Черт, обожаю, блин. Нем. Нем. Блин, сразу за мной бегает, а. Нифига. 24. Наконец-то, блин. Наконец-то критовать начать. А. В смысле, все убило? Круто. И чё, и как? Так, погодите. Свежеватель гека. Вы теперь знаете, как правильно нужно свежевать гека, чтобы получить шкуру. А чё надо-то? Ножом, что ли? Энструменты не работают? А. Никто не в курсе, а чем, чем свежевать надо. А. Он не был мертв, что ли? Чё? Он в накат. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Как это было тупо. Ясно. Все. Золотые гекауки. Потрясно. Да, у тебя же курс. Настя. Никак с краю не пройти, да? Сколько их осталось? Один. А. Труп. Щет. Нифига. Эх, столько было? Сулик, ты там не сдохни только. Он обратно-то пройдет? Да куда ты пошел? И чё тебе надо? Пока все, погоди. А, нормально. Уже. Он нормально. Да что ж такое, блин, а? Сприты. Сулик, Сулик, ты чё? Чё? Не-не-не-не. Не-не-не, подожди, он потерял сознание. В смысле цельная недосягаемость? Давай, пинай ему ногами. Ну? Мы готовы делать больно. Стоп, 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 стоп. Стоп, стоп. Ну его. Давай, давай, давай. А, всё. Это интересное сражение. Ящерица. Даже не надейся здесь до конца дойти с этого захода. В смысле, я тут уже был, я тут парня забрал. Типа я вон там по верху прошелся, видишь, нет гиконов. Я тут всех поубивал. Да что, Плесулька, чё ты делаешь? Ну, ну. Чё-то я почему-то думаю, что Сулик сдохнет у меня тут. Бля. А, там ещё лифт. А у меня, типа, не хватает науки, скорее всего, чтобы с регенератором... Ой, с генератором, блядь, регенератором. Так, трёшку потрачу. И на точное должно хватить. А, то есть, типа, попадание в голову тебе будут ронять? Круто. Ну, блин, я больше за Сулика беспокоюсь. Так что, ладно. Идём отсюда. Он ж не выживет. Он ж тупой. Ну, Сулик, чё ты делал? Ну, Сулик. Сюда надо возвращаться, типа, тогда, когда науки много будет. Там, не знаю, там, обзаведусь винтовкой хотя бы. Понятно. И, видимо, не с напарником. Я не знаю, как им отдать сапог резиновый. Резиновый. Поранялся Сулик, поставь ему в поведение под графой задать дистанцию поближе ко мне. Да, окей, уже выбрать. Может, там живой? Да, да, живой. Так. Ну, кстати, вот игра, пускай, типа, на том же движке находится, она немного по-другому воспринимается. Это из-за того, там, кем ты начинаешь играть, чё вообще происходит и так далее. Йоу. Ха-ха-ха. А-а-а. Ха-ха. Только что было. Так, а тут, чуваки, уже не темно. Супер. Как бы Сулика не убили. Или меня не убили. Вот так. Офигеть. Притонул, что ли? Ээ. Сурово. Ха-ха. 38. Ну, как-то опасно. По кому я стрелял здесь? КПГ работают в руках, чтобы урон от луж не получать. Не, типа, не только в руках. У меня они не в руках, а нормально всё. Сулик, держись. Я их опеку. Так, надо Сулику помочь. Чё у него там? 51, в принципе, нормально. Баля. Да что ж такое? Чё, всех роняют? Чёрт. Больно. Сопячая кость, теперь мне помогать. Сопячая кость, блин. А, мне показалось, что я промазал. Сулик. Сулик, ты живой? Я как-то промахнулся. Да что ж такое, блин, а? Сулик идёт за помощью. Сулик. Семнадцать критическая. Блин, жалко бы не убила. Да что ж такое, утюк. Да что ж такое, утюк. Так, на Сулик помогать. Его ща убьют. Вещи для ремонта и взлома будут нужны, но до этого ещё далеко. Короче, не забывать токсичные пещерки. А, ну да, я ещё вернусь. Чё там. Парис Олика убили! Чёрт. Не, надо, короче, убивать тех, кто на Сулика нападёт. Двадцать семь! Вот, всё, запомнили вот этого парня. У него мало хп. Чё, все падают. О! Не согрелись? И убегает. Окей, окей. Мы сейчас что-то было. Фактически промахнулся. да что ж такое так 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 нормально нормально не все еще согреть а теперь уже почти все да блин чопу чопа 6 здоровья то чё так мало а кстати а скажите если мои напарники будут стрелять из оружия то когда будет работать да блин не в того типа им патроны надо выдавать или нет или как типа или они из воздуха будут брать как фоллаут 4 давай сулик нормально да что ж такое когда хрень сдохнет дабль они убили сулика некоторые умеют стрелять некоторые скорее тяжелых врага патроны нужны короче верну через пару часов если закончишь да я тоже скоро заканчивать буду у меня там типа сегодня дела на вечер ну типа спасибо что зашел давай смите мы еще починим твою тачку как мы начинать наш танец смерти с кувалдой он говорит окей да что ж такое блин то вы 60 процентов не меньше 50 почему-то промахивая болезнь да что ж такое блин то вы 60 процентов не меньше 50 почему-то промахивая часто постоянно там хотя бы из двух попаданий но одно то можно сделать как бы патроны они типа денег стоит боли блин это всегда так забавно выглядит короче когда к по кому не попадают все хрифу падает я думал еще не скоро станет но кстати для милишного боя когда ты да блин ты опять промахнуться чуть издеваешься что ли вот сулик попадает учет не можешь как сулик будь как сулик блин не так ног два ящери они иногда получают уровни рандомно во время твоих уровней тогда их точность вырастает чем быстрее соберешь всех кого надо тем лучше я первый fallout вообще без напарников прошел мне как-то собака была типа напарники нужны или нет типа вообще там сна снайпой а потом сплава с турболазером мне было прикольно ну или турбоплазмы не помню че именно а сулик типа не были сражаться где капал англия кританом сноги офигеть сулик а ты не думаешь типа помочь мне вот что типа жадность патронов с тобой делает что такое ладно и что-то ты еще не сдох хочу у нас до уровня лет еще два с половиной но кстати типа геккон это круто мы с этого заработаем и получается на какой-то лагерь напали да а можно как-то третьего посмотреть уже третий вроде бы валя черт старые игры ну ладно все продадим 7 шкур а не погоди 7 там я 2 достал а ну получается да тут их было пятеро так тут что-то вообще есть чего залутать то можно что это за капуста в смысле они внутри капусты выращивали похоже на мутирующую капусту судя по всему она очень любит теплую погоду то есть эти люди здесь сделали лагерь и выращивали внутри капусту и они сделали лагерь на капусту блин и ничего нет и смысл было сражаться на этой зоне тут еще костер горит они хорошие но без них можно пройти но еще не могу нести а не стиви вот кстати с вещами у меня проблема я себе короче взял мелкого то есть у меня ловкость на один больше но меньше грузоподъемность и вот примеру в первой части я с этим страдал но в принципе это небольшая проблема на самом деле типа в какой-то момент я большой колю это что за хищник вот the hell это не ваше дело идите свои друг это супер мутант что ли честно сбоку похож на хищника кажется вы казались не в том месте не в то время ладно это заново вас у это не найдется были может это отсылка на что-то было то есть первым фоллауте были такие встречи там типа пришельцев ты находил будку доктора кто коров которые говорили говорю ему что-то странное неизвестно тихо давайте завалим только что-то никого нету коровы убиты это только тут коровы убиты а эти вроде живы а двигаются а 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 никого нет прошу прощения магазин закрыт на неопределенный срок из-за запах сухи а кто сказал что меня интересует магазин что ты должны быть здесь недавно добро пожаловать в мадок меня зовут джо я заведую магазином этом городе я счет священный гэк вы не знаете где его можно найти что же тебе повезло я как раз знаю где эту штуку можно найти наверное у нас все таки получится получится деловой разговор деловой разговор про скажите где найти священный гек и я уйду отсюда я гляжу у тебя полно тараканов башки давай ты зайдешь когда и будет поменьше хорошего тебе дня и осторожнее с деревья когда будешь отсюда уходить чё чё могу служить я еще один предмет и хочу вас спросить может ли вы предсказать но укладывай так священный гек хорошо что вы хотите за эту информацию ох да чего я хочу если ты еще не знаешь наше небольшое фермерское сообщество сейчас переживает одну из худших засух за всю историю сезон сезон дождей был необыкновенно коротким в этом году и наш урожай погибает от недостатка влаги короче говоря в этом году мы рискуем остаться вообще без урожая так нам уже скоро стрим заканчивать так вы же понимаете что я дождь не наколдую тихо смеется не 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 конечно же нет я бы не стал просить о невозможном а может и правда можно наколдовать дождь дождь ну конечно нет что за чушь я несу ну как я и говорил у нас большие проблемы и твоя помощь бы ой как не помешал хорошо я слушаю на крайне города есть ферма там где фермеры быть а там где фермы быть не должно несколько лет назад она просто возникла из ниоткуда из ниоткуда вы хотите сказать что это ферма вот так вот просто взяла и появились и появилась за одну ночь ага щас мы с друзьями охотились когда заметили новую ферму но это было не самое странное вскоре после этого мы собрали вместе мы собрались вместе чтобы посетить новых соседей но никого там не обнаружили продолжайте через несколько месяцев без успешных попыток связаться с владельцами мы решили что фермы просто забросили вскоре после строительства поэтому чтобы урожай не погиб туда вселился молодой карл вот тогда все и началось карл стал рассказывать историю о том как он видел странные светящиеся фигуры которые по ночам ухаживали за посевами и кормили животных погоди я чё-то такое помню типа в каком-то из городов мне рассказывали похожую историю так так и кормили животных мы все над ним смеялись думали что он все это придумает а потом однажды карл просто перестал приходить город что с ним произошло его искали конечно искали мы отправили туда сразу же мы отправились туда сразу же как за подозрили что что-то неладное он начинает заметно дрожать ужас там повсюду были трупы некоторые из них распятый некоторые просто разлагались на солнце я до сих пор иногда просыпаюсь по ночам в холодном поту из-за той картины что в тот день предстала передо мной позвольте мне угадать вы сейчас попросите меня отправиться на эту ферму выясните что случилось в обычной ситуации я бы оставил в покое это проклятое место и никогда туда не возвращался но по какой-то причине посевы на этой ферме все еще цветут несмотря на засуху мы умрем с голодой если в ближайшее время не найдем какую-нибудь еду ты поможешь нам избавиться от призраков на этой ферме и так а что я с этого буду иметь в обмен на помощь я скажу тебе где можно найти то что ты ищешь так хорошо давайте официально подпишем сделку отрубай свой правый мизинец тогда договорились покажите мне на где находится ферма ужаса эта ферма находится примерно вне пути к северо-востоку так это короче наверх направо отсюда он вытаскивает карту и указывает на место к северо-востоку от мадока возвращайся когда что-нибудь выяснишь зря с мизинца прикол был блин я думал типа у меня пошлет куда подальше камеру включат у меня тут и пупс на не дохнет боя мизинца то наверно зря что вы делаете чете есть динамит патроны и веревка веревка но крышек нет да так ладно типа мизинец мизинец меня реально идти уж надо давай angel спасибо что пришел и по приходи еще а так всем спасибо типа своему рак не пушка увидимся еще то есть фалат сюда пройдем и почетом а хрен его запущу в четверг возможно все давайте пока и до скорых встреч